Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья! Идут последние минуты 1990 года. Советский народ провожает его сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год Великого Ленинского юбилея, завершающий год восьмой год, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений. Повсюду на Советской земле, от Балтики до Тихого океана, от Северных морей до Карпатских городов, уходящий год оставил добрый снег. Вступили в строй сотни предприятий, проложены новые магистрали, поднялись новые города. Перевыкновенные задания поводов не получили. Самое высокое урожайся в моих лодках, на всех странах. Выдающийся от успеха, забили себя на стенах, первую калибру на лунной поверхности, проложил советский моноход-1. Замечательное население, позволяющим гордостью вам сказать, в 1970-й год, достойно обмечает московский телевизор. Созидательная деятельность народа ознаменовалась новой исторической победой. Петерек и пилан, а основным социальным экономическим показателям выполнен успешно. Взяты новые высоты, разведившие экономики, усилилось оборонное могущество службы, повысили свои свои состояния и культуры нашего государства. Получилось дальнейшее восьмое социалистическое демократие, укрочилось морально-политическое единство советского общества, братства народов СССР, их сплоченность вокруг Ленинской и Ленинской партии. Ленинской партии Наша Родина сделала еще один большой шаг по пути к коммунизму. Как никогда прочны международные позиции Советского Союза. Высок его авторитет во всем мире. Верная ленинским принципам борьбы за мир и социализм, Советская внешняя политика обеспечила приятные условия для мирного созидательного труда в нашей стране. Она направлена на упрочение и развитие мировой системы социализма. Шерцалин. 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 Продолжение следует...